В Таревьехе есть несколько крупных сетей супермаркетов, например, Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi, Dia и другие. Большинство супермаркетов работают с 9 утра до половины 10 вечера, воскресенье – выходной день. Только Carrefour открыт каждый день без перерывов и выходных. Сейчас мы находимся в одном из супермаркетов в Таревьехе, он называется Todo Todo. Это небольшой супермаркет, но мы посмотрим, какие цены есть в обычных магазинах в Таревьехе. Это Турон – традиционная испанская сладость. Это Атун, то есть по-русски «тунец». Мы видим цены, что за две пачки по акции 7,98. В каждой пачке 368 грамм. Натуральное оливковое масло имеет отличительный зеленоватый оттенок, ярко выраженный запах и немного горочит. Хранить масло нужно в темном месте, в темной бутылке, в этом случае срок хранения до одного года. Это нут, его называют турецким горохом. Нут употребляют в пищу в вареном и жареном виде, используют при приготовлении консервов и кондитерских изделий. Лучше всего готовить отварной нут. Сначала следует замочить горох на несколько часов, а затем отварить. Из отварного нута можно приготовить салат, добавив зелень и сдобрив лимонным соком. Чечевица имеет множество сортов, которые различаются по размеру и цвету. Цвета чечевицы варьируются буквально от белого до черного. Вина Риохи популярны во всем мире. Само по себе слово «риоха» стало синонимом качественного испанского вина, что признают и жители страны, и всей планеты. Несмотря на то, что в Риохе на протяжении многих лет производились изумительные вина, высоко оцененные специалистами, статус ДОК был присвоен только в 1991 году. В 2011 году Испания была признана третьей страной по производству вин и первой по площади виноградников. В Испании 1 миллион гектар виноградников, и по производству вин Испания произвела 34,3 миллиона гектолитров. В Испании вы можете купить вино на любой вкус. Есть красное, белое и розовое вино. Также вино различается по срокам выдержки. В Испании выделяют 4 вида вина. Ховен – это молодое вино урожая этого года. Крианса – вино минимум двухлетней выдержки. Ресерва – вино минимум трехлетней выдержки. Кранресерва – вино минимум шестилетней выдержки. Мармелад из айвы – это любимое европейское лакомство. Само слово «мармелад» происходит от португальского «мармелада», означающего исключительно варенье из айвы. Не только в Португалии, но и в Испании из айвы варят мармелад и едят, как правило, с сыром, твердым или кремовой консистенцией. Удачное сочетание, это точно. В Испании есть мармелад действительно на любой вкус. От самых странных, например, мармелад из болгарского перца или из карамелизированного лука до очень сладких и вкусных, например, из манго, персиков и инжира. Каждый, кто хотя бы раз бывал в Испании, слышал о пиве «Сан Мингель». Этим пивом укомплектован практически каждый бар и ресторан в Испании. И, конечно же, его можно найти в каждом супермаркете. Как и многое другое в Испании, сидр производится не по всей стране, а в определенных регионах. В случае с яблочным напитком – это север, астуриас – и страна басков. Сангрия – это испанский среднеалкогольный напиток на основе вина. В вино добавляют фрукты, ягоды, иногда сахар, а в некоторых ресторанах могут добавить бренди или сухой ликер. Сангрия – это испанский среднеалкогольный напиток. Алиоли – это соус из чеснока и оливкового масла, очень популярный на северном побережье Средиземноморья, от Испании и до Италии. В разных вариантах в соус может быть добавлено яйцо, лимонный сок и вода. Чорисо – это пикантная свиная колбаса, родом из Испании. Чорисо также популярна в странах Латинской Америки. Основной пряностью, используемой при приготовлении чорисо, является паприка, которая придает колбасе типичный вкус и красноватый цвет. Испанский национальный деликатес – сыровяленый свиной окорок. Монтека де цердо – это свиной жир. Испанские артишоки очень популярны в испанской кухне. Их кушают сырыми, запекают, варят и даже консервируют. Сейчас мы видим черные и зеленые оливки. В странах СНГ черные оливки принято называть маслинами. На самом деле это условное название, так как в европейских странах существует только название оливки. А цвет оливок зависит от их зрелости. Черные – это зрелые, и зеленые – не совсем дозрелые. Считается, что финики содержат все необходимые вещества для здоровья человека. Так, питаясь только финиками и водой, можно прожить несколько лет. Конечно, это не научно доказанный факт, но многие статьи гласят именно об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас есть какие-либо вопросы о жизни в Испании, оставляйте их в комментариях под нашим видео. И в течение 24 часов мы обязательно ответим на них. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok